Привет-привет! С вами вновь проект о безопасности. Знаете ли вы? Мы очень рады встретиться с вами снова в новом году. Погода прекрасная, все тает, различные простудные заболевания тревожат нас. Мы меряем температуру ртутными градусниками и, к сожалению, зачастую не знаем, что делать, если вдруг градусник разобьется. Сегодня мы с вами узнаем, что нужно делать, если ртутный градусник разбивается, как правильно и безопасно собрать ртуть и, самое главное, как его утилизировать. Что нужно делать, если разбился ртутный градусник? Постараться максимально собрать аккуратненько и утилизировать. Я считаю, что нужно одеть средства защиты, например, перчатки, значит, аккуратно собрать. Это все желательно, ну, наверное, в какой-то пакет. И вызвать службу МЧС. Вы знаете, как правильно собрать эту ртуть? Вызывать МЧС. Так, все, неправильно. Мы для этого и снимаем. Я скажу по секрету. Не надо вызывать МЧС. Не надо. Тенденция такая, что все сразу в МЧС звонят. Я не знаю, почему вы не звоните, да? Не знаю. Вы знаете хотя бы, как в МЧС, вы знаете, что такое МЧС, да? Как расшифровывается? А, нет. А скажите, а чем вы будете собирать? Просто перчатками, вот так руками или как? Ну, я бы одела перчатки, взяла бы, ну, допустим, какие-то листочки бумаги, аккуратненько это сгребла, стараясь не касаться перчатками. Потом все это тоже аккуратно сняла, запаковала в пакет. И дальше куда? Закопать. Ну, я знаю, что сначала нужно проветрить, типа открыть окно, а собрать, я не знаю. Вот, значит, собрать какой-то контейнер, ну, герметичный. Пылесоса потом сразу выкинуть в пакет, нет? Чем-то подталкивать? Ну, бумажку подталкивать. Леником? Нет. Леником. Ну, его выбросить надо, наверное, будет потом. Собрали, завязали пакетик на узел и выбросили. Да, смыть ванитас и все, и делать концом. Выбрасывать в канализацию, это не допускается. Баночку. А баночку что сделать, да? Отвезти в какой-нибудь химической лабораторий. Нужно с помощью бумажечки сделать вот такой вот, как бы, ну, я не знаю, кулечек. Собирать и обязательно в воду налить стаканчик с водой или банку лучше с водой. И выпить. Нет, и туда нужно высыпать эти катышки, а потом занести в аптеку и сдать. По какому номеру надо звонить? А, ну вот оно что. Я-то думаю, почему вы не говорите, что надо в МЧС звонить, потому что вы номер не знаете. Если у вас разбился ртутный градусник, не спешите звонить в МЧС. Вы можете справиться сами. Во-первых, знайте, что для человека вредны именно пары ртути, поэтому откройте форточку, проветрите помещение. А затем при помощи кисточки, губки или же скотча соберите все шарики с поверхности, поместите их в банку с водой и эту банку можете отвезти в МЧС для утилизации. А более полный алгоритм действия вы можете увидеть в мобильном приложении МЧС Беларуси помощь рядом или в разделе лайфхаки на сайте МЧС. Ну, а я прощаюсь до следующего выпуска. Берегите себя и своих близких. Пока! Что делать, если вдруг случилось так, что он разбился? Как вы думаете? Смотрите, я предлагаю сейчас, ну, я как профессионал, да, сейчас продемонстрировать, что нужно делать, если градусник разобьется. Давайте сейчас разобьем этот градусник.